Как всегда по вторникам наш выпуск открывает постоянная рубрика «Дайджест муниципальных новостей». Обзор основных событий, произошедших в нашем районе с 11 по 18 февраля, смотрите в первом материале выпуска. В Славянской женской консультации работает межрайонный кабинет при натальной диагностике. В рамках реализации национального проекта здоровья в январе 2012 года в кабинет был приобретен аппарат УЗИ экспертного класса. Его стоимость – порядка 9 миллионов рублей. Качество разрешения этого аппарата и специальные программы позволяют до миллиметра определить биометрические данные ребенка, что в свою очередь позволяет диагностировать различные хромосомные заболевания плода, начиная уже с 11 недели беременности. Он принципиально отличается, в крае очень мало таких аппаратов. В Краснодаре всего один конкретно в акушерской гинекологической службе. Это аппарат экспертного класса с большими диагностическими возможностями. Кроме ультразвукового исследования, скрининг, так называется комплексное обследование, включает в себя еще и исследование крови матери. Забор материала, его первичная обработка, также производится в женской консультации, а потом направляется на исследование в край. Это дорогостоящая процедура, и то, что благодаря государственной заботе ее можно пройти бесплатно – большой плюс для будущих мам. Исследования, проводимые в рамках пренатального скрининга, безопасны, не оказывают негативного влияния на течение беременности и развитие плода, поэтому могут использоваться для исследования всех беременных. В Славянске-на-Кубани побывал известный богослов профессор Александр Дворкин. В городском Доме культуры он провел лекцию на тему «Тоталитарные секты. Угроза личности, обществу и государству». Во время встречи лектор подробно и в доступной форме рассказал о тоталитарных сектах, существующих сегодня в России. Постоянной базы у таких организаций нет. Обычно мошенники кочуют из одного города в другой, стараясь охватить как можно больше людей. Обман, сокрытие информации, недобросовестная реклама – вот главные методы привлечения людей в секту. Чаще всего религиозные мошенники воздействуют на человека, находящегося в стрессовой ситуации. Лекция профессора Александра Дворкина именно о том, как не попасть в сети сектантов. Главная задача, говорит Богослов, постараться донести эти истины до жителей. Проявлять здоровое недоверие. Помнить, что бесплатный сект бывает только в Машеловске. Если вам предлагают много всего сразу и бесплатно, или очень дешево, вас обманывают. Если от вас требуют принять решение сейчас, немедленно, потому что потом уже будет поздно, значит, от вас скрывают информацию и узнают, что если вы узнаете немножко больше, вы ни за что тогда за ними не пойдете. Если незнакомец ведет себя с вами как лучший друг, то вероятнее всего он обманывает вас также, потому что настоящая дружба складывается в течение долгого времени. Продолжается строительство современного спортивного комплекса «Олимп». Это сооружение станет прекрасной базой для тренировок и воспитания чемпионов мирового уровня по легкой атлетике. Здание представляет собой легковозводимый модуль арочного типов, в котором будут расположены встроенные административные здания с необходимым набором помещений, раздевалки, душевые, медицинский блок, буфет, спортивный зал с круговой беговой дорожкой длиной 200 метров, дорожка для бега по прямой и с препятствиями длиной 60 метров, две ямы для прыжков в длину, место для толкания ядра и метания дисков. Общая площадь объекта составляет около 5000 квадратных метров. Строительство ведется при поддержке краевой и районной власти. В районной администрации прошло заседание Совета молодых депутатов, на котором славянские парламентарии подвели итоги за прошлый год отчитались о проделанной работе, а рассказать депутатам есть о чем. По итогам краевого конкурса в 2013 году Славянский совет молодых депутатов был признан лучшим в крае. Парламентарии не только участвовали в нормотворчестве, но и во многих других делах. Проводили благотворительные спортивные акции, участвовали в рейдах. За первое место депутаты получили 3 миллиона 400 тысяч рублей, которые будут потрачены на приобретение и установку комплексной спортивной игровой площадки в нашем районе. После совместных обсуждений руководство района и Совет депутатов приняли решение площадку установить в станице Анастасиевской. Я ему хотел бы сказать большое спасибо за совместную работу. Надеюсь, что следующий 2014 год он пройдет не хуже, а лучше. Еще раз говорю, всегда открыт для общения. И жду от вас предложений и инициатив. Надеюсь, что они будут нужные все, полезные для Славянского района. И надеюсь, что совместно с вами, с депутатским корпусом Славянского района, с депутатами поселений мы будем все это дело внедрять.